это невероятно насколько глубоким может быть дно когда только речь заходит о российской пропаганде когда кажется что она уже достигла предела абсурда роспропагандисты все-таки умудряются копать дальше за примерами далеко ходить не надо россияне продуцируют тонны пропагандистского шлака каждый божий день но нужно еще постараться чтобы найти что-то действительно эталонная квинт эссенцию промывания мозгов доведенную до абсолютного фарса и я постарался знакомьтесь аббас джума российский журналист международник перед нами типичный персонаж кремлевских ток-шоу который серьезным лицом заявляет внимание что в украине якобы существует технология перепрошивки способная превратить русскоязычных людей в зомби вырусь то есть предателей россии и советского прошлого да я знаю что сейчас многим адекватным людям стало смешно но за этим бредом скрывается целая идеологическая система которую кремль скармливает миллионам своих людей и это не одно не два а десятки сотни и тысячи нелепых заявлений которые транслируются в российских средствах массовой информации сегодня мы не просто разберем слова этого типичного мелкого пропагандиста нет сегодня мы его деконструируем положим на лопатки и с огромным удовольствием растопчем каждый его нелепый тезис и что самое приятное сделаем это с огромным удовольствием наглядно показав как работает вся эта пропагандистская машина россии не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк и написать комментарий также вы можете поддержать автора на платформе патреон и байме кофе но самое главное не забывайте донатить на зсу итак что же именно говорит этот с виду казалось бы интеллигентный человек уберите детей и беременных женщин от экранов чтобы они не лопнули от смеха по поводу русских фамилий в рядах высушников которые были ужасно вот я вчера вот я смотрю и ну что это это свидетельство того что на украине есть технология перепрошивки она есть это не пропагандистский штамп это не миф она есть и она работает и работает очень хорошо мне в донецке рассказывали что когда все началось еще до свого многие жители донецка которые родились донецке всегда считали себя русскими людьми жили ну всю свою создательную жизнь донецке поснимались со своих мест и уехали в киев и стали с тех пор самыми оголтелыми за украинцами и нацистами то есть что с этими людьми произошло и люди которые знали всю жизнь удивляются и не могут ответить на вопрос что с ними случилось кто на них так воздействовал а это реально есть я тоже вот прочитал не помню у кого очень интересный пост что у всех этих ублюдков в их соцсетях если заглянуть там промотать есть наше советское прошлое какие-то фотографии что они были нормальными людьми и с ними что-то произошло буквально за несколько лет эта технология она работает и она делает из русских людей выруси ежеслово вырусь врага который ну является по сути своей зомби это зомби настоящего живые мертвецы которые по всей видимости уже прошиться как-то назад но не способны во всяком случае я не знаю существует у нас такая технология лет я надеюсь что у нас тоже она есть если есть слава богу давайте постараемся а если нет то это беда потому что таких людей там очень и очень много и так когда джума говорит о перепрошивке он имеет ввиду явление которое для него и его коллег по пропаганде кажется пугающим они видят как русскоязычные люди которые раньше ассоциировали себя с русской цивилизацией уехав из оккупированных территорий или из-под влияния российских медиа начинают переосмысливать свою идентичность эти люди продолжая говорить на русском идентифицируют себя с украинской политической нации это просто что-то немыслимое по мнению пропагандистов логичного объяснения этому они не находят пытаясь представить это как некий зловещий процесс перепрошивку где якобы происходит сознательное вмешательство в умы людей а на самом деле люди особенно те кто бежал от войны видят россию такой какой она есть агрессивной и жестокой силой которая разрушила их дома и принесла горе их семьям это кардинально меняет восприятие разрушая иллюзии и русский язык перестает ассоциироваться с великой русской цивилизацией оставаясь лишь досадной привычкой с детства общаться на этом языке украинцы ранее говорившие на русском начинают идентифицировать себя с украиной как с местом где они находят свободу безопасность и принадлежность к будущему которая исключает россию что тут непонятного утверждение аббаса джумы а так называемой технологии перепрошивки граждан украины говорящих на русском языке раскрывает глубокое непонимание сложности идентичности и личного выбора в условиях конфликта предположение о том что люди с русскими фамилиями и русским языком вдруг превращаются во врагов россии из-за некоего зловещего процесса не только упрощает реальность но и умаляет их личный опыт и осознанный выбор когда твой дом подвергается бомбардировкам когда твоя страна страдает от агрессии соседа естественно возникает переосмысление ценностей и лояльностей странно что в 21 веке нужно объяснять тот факт что язык и этническое происхождение не являются единственными определяющими факторами национальной идентичности люди это не статичные существа их взгляды и убеждения формируются под воздействием множество факторов включая личный опыт социальное окружение и исторический контекст украинцы говорящие на русском языке в виде разрушения и страдания причиненной российской агрессией естественно начинают отождествлять себя с украиной которая защищает их права и свободы интересно а что скажет российский пропагандист о немецких патриотах которые во время второй мировой войны противостояли нацистской германии они говорили на немецком языке но это не помешало им встать против немецкой тирании немка софи шоль и члены группы белая роза молодые немецкие студенты которые распространяли листовки против немецкой нацистской идеологии они призывали к сопротивлению осуждали войну и преступления режима за свою смелость были казнены вернется ли язык назвать их предателями немецкого народа немец дитрих банхёфер известный теолог и пастор открыто критиковал немецкий нацистский режим и участвовал в сопротивлении он считал что моральный долг каждого человека противостоять злу его тоже казнили за убеждение он предатель немец вилли брандт будущий канцлер фрг который во время войны участвовал в сопротивлении преступному немецкому режиму а после войны способствовал примирению и развитию демократии в германии тоже предатель по логике российской пропаганды или это другое особое недоумение вызывает упоминание джумой общего советского прошлого как некоего эталона нормальности родившись в 1993 году он не жил в советском союзе и не может иметь личного опыта жизни в той системе его представления об ссср вероятно сформированы под влиянием идеализированных образов распространяемых современной российской пропагандой которая часто умалчивает о репрессиях дефиците и ограничении свобод характерных для того времени для многих украинцев советское прошлое ассоциируется не с романтика и стабильностью а с трагедиями которые пережили их семьи такими как голодомор массовые репрессии и подавление национальной культуры попытка представить это прошлое как некий общий идеал игнорирует болезненный опыт целого народа джума пытается романтизировать этот период игнорируя его мрачные стороны он говорит о советском прошлом так будто бы это был золотой век единства и прогресса но разве можно считать нормальным время когда жизнь человека ничего не стоило права были ограничены а свобода была лишь иллюзией неужели это общее темное советское прошлое должно наполнять сердца украинцев светом и теплом по отношению к россиянам пришедшим убивать эй логика пропагандиста существуешь ли ты на белом свете граждане украины использующие русский язык в бытовом общении но считающие себя украинцами это уникальное явление которое российская пропаганда никак не может понять или принять и это еще видимо мало кто говорит пропагандистам что достаточно большой процент русскоязычных оставили русский и полностью перешли на украинский язык люди сделали осознанный выбор продиктованный личным опытом и моральными убеждениями аббас джума и ему подобные российские пропагандисты ну то есть все боятся такого явления как огня для них страшно сама идея что люди могут самостоятельно принимать решения исходя из собственного опыта и анализа гораздо проще представить их жертвами некой технологии перепрошивки чем признать что российская политика сама отталкивает людей помнится не так давно путин сетовал на то что злобный запад делает из никогда братской украины анти россию как видим российские пропагандисты дают вместе с кремлем в одну дудку что конечно же естественно но вот только истинно звучит иначе анти россию из украины делает сама россия причем уже не одну сотню лет российская пропаганда строится на страхе и поиски внешних врагов она не может существовать в условиях свободной мысли и критического мышления поэтому она пытается демонизировать тех кто не согласен с официальной линией навешивая на них ярлыки и обвиняя в предательстве но настоящая сила заключается в способности людей мыслить самостоятельно и делать выбор основанный на ценностях свободы достоинства и справедливости и именно этого боятся пропагандисты и так российская пропаганда в очередной раз продемонстрировала свои экстраординарные таланты создание параллельных миров и параноидальных фантазий идея о некой технологии перепрошивки это словно вырванный сюжет из дешевого научно-фантастического романа русскоязычные превращаются в вырусь и все это благодаря таинственным украинским технологиям аббас джума и ему подобные поистине превосходят самих себя в искусстве интеллектуального саморазоблачения когда пытаются представить естественный процесс изменения убеждений как зловещий заговор но настоящая трагикомедия начинается когда они начинают всерьез верить в этот бред и пытаются убедить в нем своих зрителей для них проще закрыть глаза на реальность на то что люди это не винтики которые можно просто перепрошить куда проще лепить образ зомби чем признать что эти люди приняли свое решение осознанно исходя из личного опыта да для таких как джума это действительно страшно страшно что твоя пропаганда не работает страшно что те кто когда-то верил в миф о великой россии вдруг увидели ее истинное лицо агрессивная жестоко и циничная и вместо того чтобы винить самих себя за разрушение жизни и бомбардировки городов легче придумать сказки про перепрошивку и оправдывать ею свою неспособность удержать людей даже на уровне риторики все эти истории про таинственные украинские технологии лишь отчаянная попытка скрыть провал выдать свою слабость за силу и утвердиться в иллюзии что проблема не в россии а в злобных силах которые превращают наших в чужих но истина проста никто и не думал перепрошивать это сама россия последовательно и систематично превращала своих бывших симпатиков в тех кто никогда больше не захочет с ней ассоциироваться так что дорогие пропагандисты придумывайте новые термины рисуйте новые мрачные картины только помните каждый раз когда вы говорите о перепрошивке вы говорите не о нас а о себе о собственном провале в борьбе за умы и сердца людей вы можете сочинить еще сотню мифов но это лишь усилит ваш главный страх пока вы рассказываете про мифические технологии сказки про мифические технологии настоящая перепрошивка произошла с вашей верой в вашу собственную пропаганду спасибо за внимание друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео поддерживайте автора на платформе buy me coffee и patreon где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер пользуйтесь функцией ютуба спонсорство и обязательно отправляйте донаты на зсу всем украинцам скорейшей победы подписывайтесь на канал